Человека с давних времен привлекали алмазы. Их использовали при создании украшений, но позже проявились другие их свойства – прочность и твердость. Но чтобы удовлетворить, современные потребности в алмазах недостаточно природного материала. Поэтому были найдены способы искусственного получения синтетических алмазов. Синтетические алмазы стоят в среднем от 5 долларов за карат. Желтый искусственный алмаз обойдется в 40 долларов за 0,2 карата. Алмазы обладают сильной дисперсией, значительной теплопроводностью, износостойкостью и твердостью, а также оптической прозрачностью. Они высоко ценятся в ювелирной промышленности, широко используются во многих других отраслях. В домашних условиях можно вырастить простейший кристалл, внешне напоминающий алмаз. Для его создания потребуется кипяченая вода, лист бумаги, поваренная соль, специальная химическая посуда и лабораторные фильтры. Сначала нужно получить маленький кристалл. Стакан на одну пятую наполняется поваренной солью, заливается водой и перемешивается. Соль необходимо добавлять, пока она не прекратит растворяться. Раствор следует профильтровать в посуду, где будет расти кристалл и накрыть листом бумаги. Уровень раствора необходимо постоянно контролировать. Камень постоянно должен находиться в растворе. Домашний алмаз заметно подрастет в течение недели. Сегодня синтетические алмазы заняли собственный сегмент на рынке ювелирных изделий. Методы получения искусственных алмазов непрерывно совершенствуются. Стоимость синтетического алмаза зависит от используемой технологии, размера и огранки. Такие алмазы стоят больших денег. Некоторые разновидности синтетических алмазов стоят больше природных аналогов. Наиболее популярными среди искусственных алмазов являются различного цвета фианиты. Алмазный аналог Муассанит стоит от 70 до 150 долларов за карат. Оранжево-розовый алмаз стоит до 3000 долларов в зависимости от размера. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok